Для 12 семей день города Жабенки стал персональным праздником. В этот день они получили ключи от своих новеньких квартир. Семиэтажный дом расположен по улице Титовой и рассчитан на 42 квартиры. Получение вами жилья происходит в такой особенный год. Особенный в том, что сегодня день освобождения Жабенковского района. 80 лет. 80 лет было освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 80 лет освобождения района. Поэтому прекрасно, что мы сегодня собрались с вас на этом мирном событии. Мы думаем о том, как строить мирную жизнь. Как создавать комфорт для жизни, для учебы, для занятия спортом. А не думаем о том, как спасти свои жизни и жизни своих детей. Где-то, скажем, в подвалах, прячась от снарядов, которые могут рваться. Что мы с вами очень должны ценить. А второй символичный момент в том, что сегодня именно 30 лет, как глава нашего государства Александр Лукашенко принес присягу белорусскому народу и взвали в непростую ношу руководителя нашей страны. Все эти 30 лет руководил. И на протяжении этого времени мы быстрее или медленнее, но спокойно строили вот эту мирную жизнь и развивались. В торжественной церемонии вручения ключей участие приняли руководство области района, гости из Бреста и счастливые обладатели новых квартир. Право перерезать красную ленту и тем самым дать старт в комфортную жизнь предоставилось почетным гостям и новоселу Илье Радковцу. Новая одноподъездная семиэтажка – это первый в городе спутники электродом, где электрическая энергия будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В доме оборудованы места для размещения велосипедов, почти все квартиры с отделкой. Новоселы довольны своим жильем и активно готовятся к переезду. В очереди стою, получается, с того момента, как устроился ВПЧС. Три года отработал, как раз в этом году. Вся три года получил квартиру в новом доме, который построили в Жабинке. В чеме в Жабинке? Хороший маленький город, без суеты. Красивая, просторная квартира. Все очень близко – садик, школа, фок, бассейн. Мы, как любители поплавать, это очень ценим. Все очень нравится. Сегодня в городе спутники Жабинки большое внимание уделяется индивидуальному жилищному строительству. Ежегодно от общего ввода жилья оно составляет не менее 60%. В текущем году в райисполком поступают предложения от инвесторов с просьбой сформировать участок для комплексной застройки одним застройщиком. Обрещание могут построить жилье еще и по выгодным условиям. Сегодня у нас особенный день. Мы празднуем 80-летие освобождения нашего города от немецких фашистских захватчиков. Кроме того, наверное, может даже и символично, ровно 10 лет назад глава государства подписал указ по присвоению Жабинки статуса города спутника. И сегодня мы уже с позиции истории можем видеть, как мы выполняем это решение президента. Сегодня мы на этом месте вводим новый семиэтажный дом и вручаем ключи счастливым жильцам, молодым семьям, которые здесь будут комфортно и счастливо жить. Еще отметить, что среди семей жабинковских есть, конечно, жители города Брест. Основная наша задача развития города спутника – это создание комфортных условий для жизни для жителей областного нашего центра. И я хочу сказать, что с учетом все-таки планов по строительству и уже реализуя этот указ в 2022 году, сюда поехали брещане. Вот за последние два года более 100 семей получили здесь жилье. Основным преимуществом, наверное, в строительстве жилья для брещан, я хотел бы это озвучить, это все-таки возможность получения 5-процентного кредита на строительство жилья здесь, непосредственно в городе спутники. Такую возможность предоставляем благодаря решению президента и поддержке государственной только мы в городе спутники. И я хочу сказать, что, конечно же, это играет свою роль. Стоимость квадрата у нас немножко ниже, чем в областном центре. Мы с удовольствием приглашаем наших жителей московского района, города Бреста, посредственно поучаствовать в строительстве жилья в городе спутники, городе Жаблинка. То есть те люди, которые стоят на учете и нуждаются в улучшении жилищных условий, это, как правило, молодые семьи. И у них есть возможность воспользоваться льготным кредитом 5-процентным при строительстве жилья в городе спутники. Где, в принципе, есть вся инфраструктура соответствующая, весь соцпакет, как раз-таки он здесь в шаговой доступности. Вот, прекрасная, замечательная природа. Поэтому с удовольствием предлагаем. И многие, скажем, молодые семьи как раз-таки рассматривают возможность переезда в город Жабинку, в новое жилье. Формат такой, что отсюда я сам в этом году переселился в Жабинку. Добраться до московского района, до администрации у меня занимает 15-20 метров. Соответственно, раньше я с одной части города добирался в московский район, тех же 20-25 минут. В принципе, комфортно по дороге, по трассе, хороший, комфортно проехался. То есть, в принципе, все блага, скажем так, ты социальной, скажем, сферы здесь получаешь. Но своя самобытность в городе Жабинке, как раз-таки в городе спутники, сохранена. То есть, вот это как раз размеренная жизнь, неторопливость, без лишней суеты. Поэтому всех призываем, приглашаем построить жилье. Я думаю, это хорошая, добрая традиция. Это уже не первый дом, где есть молодые семьи из города Бреста. Приезжают, селяются, общались те, которые были первые. Никто не жалеет, и никто пока не планирует возвращаться в Брест. Селина Муцкевич, Дмитрий Литвенюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.